Девушки отдыхают Каждая мышца тела немеет Дыхание учащается и кажется, что еще секунда И что-то черное, как сама ночь, потрогает вас своей ледяной рукой за плечо Наклонится поближе к вашему уху и прошепчет В тех, кто заглядывает в бездну, она заглядывает тоже Но это я сейчас про нормальных людей сказал Мы-то с вами к ним точно не относимся И просто обожаем пощекотать себе нервишки интересной и атмосферной истории От какого-нибудь мастера ужасов Так что давайте не будем тратить наше праздничное время Ведь я точно знаю, многие из вас еще не успели вырезать свой тыквенный фонарь Лучшее средство от любой нечисти этой темной ночью Итак, приготовьтесь кричать и, возможно, даже от страха Ведь мы начинаем Вы никогда не боялись очнуться где-нибудь в грязной забегаловке в маленьком и вонючем номере, лежа в ванной полной льда И понимая, что шрам на вашем боку явственно говорит о том, что несколько часов назад какие-то мясники без вашего согласия вырезали вам почку Если вам приходила в голову такая мысль, то наше десятое место комикс Харвест от издательства Image обязательно потрясет вас до глубин души Главный герой этой жестокой и бескомпромиссной истории опустившийся доктор Бенджамин Дейн Который не смог побороть страсть к алкоголю и наркотикам Зато нашел себя на черном рынке органов Жестокость, реализм и изощренность сюжета, за которую здесь отвечают сценарист Эй Джей Либерман и художник Колин Лорнер Еще не скоро выйдут у вас из головы И возможно в этой серии вас и не ждет ничего мистического или потустороннего Но иногда именно человек может стать самым страшным ночным кошмаром Знаменитый Говард Лавкрафт и созданный его воображением всесильный бог тьмы и безумия Ктулку Просто не мог не попасть на штоп, ну согласитесь Тем более если комикс про этого ужасающего монстра решил написать легендарный Алан Мур А нарисовать все это дело доверили неподражаемому Джеку Берроусу История этих двух крутых парней, занимающая девятое место в нашем топе Получила название Неономикон и печаталась под гиды издательства Аватар Пресс В этой динамичной, мощной и глубокой серии вы узнаете историю двух агентов ФБР В котором в ходе их расследования предстает столкнуться с удивительно странными, жестокими и мистическими событиями В круговороте которых психика наших главных героев, да и внимательных читателей подвергнется настоящему испытанию С Ктулку лучше не шутить Если вы знакомы с творчеством таких групп как Мисфитс, Шаман или Данзик Вы должно быть знаете легендарного в определенных кругах хэви метал парня по имени Глен Данзик Дело в том, что он владеет собственным издательством комиксов для взрослых под названием Веротик Ну или Владел И вот этот вот лейбл, а точнее его основная серия под таким же названием находится на нашем восьмом месте Этот комикс отыскать очень непросто, как минимум потому, что он крайне жесток, извращен и бескомпромиссен Да и выходил черти когда Эта серия состоит из 15 жесточайших историй, таких авторов как Саймон Бисли, Гранд Моррисон и многих других На странице своих выпусков эти сценаристы разошлись по полной и раскрывали такие темы, о которых даже говорить порой бывает весьма противно Например, четвертый выпуск полностью посвящен СНАФ видео, роликам, на которых происходит жестокое убийство и изнасилование в реальном времени без постановок В общем, вы поняли, основное направление мыслей авторов весьма специфичное И неудивительно, что один из комикс-магазинов в Оклахоме даже был закрыт полицией за продажу упомянутого выше четвертого выпуска Под названием Вкус Вишни Данная серия выходила в далеких 80-х годах 20-го века, так что ее довольно сложно отыскать, но тем и лучше для вас На седьмом месте нашего ужасного топа находится комикс под названием Феррелс от Дэвида Лапема и Габриэла Андраде Эта жестокая, но очень интересная история вновь заставит вас воспринимать оборотней всерьез Ведь, да, я знаю, что после Сумерит многие думают, что все оборотни, мягко говоря, не очень Так вот, знайте, настоящая оборотня это действительно жутко История Феррелс рассказывает о детективе Дэйле Чесноте, который оказывается в самом эпицентре ужасных событий Происходящих в связи с его расследованием кровавой резни в небольшом городке Сможет ли детектив быстро сообразить в чем дело? Что может остановить настоящего зверя? И почему никому нельзя доверять? На все эти вопросы вы получите ответы на страницах этого жуткого, но действительно интересного комикса Который, в отличие от многих других его конкурентов по топу Я без зазрения совести могу посоветовать, не опасаясь за ваше дальнейшее психическое состояние Готовы продолжать? Через пару минут вы будете не рады, что ответили да Ведь на нашем шестом месте вас ждет поразительный по своей жестокости и изобретательности Комикс под названием Крост Который рассказывает историю про уникальный вирус, который поражает людей Но не делает их шаблонными зомби, как вы могли подумать, а превращает их в ужасных, кровожадных и мыслящих, черт побери, тварей в человеческом облике Основное желание которых заключается в том, чтобы найти вас, изнасиловать, избить и, разрезая по кусочкам, съедать вашу плоть, забивая кровью Да ко всему прочему делать это так, чтобы вы находились в сознании до самого последнего мгновения И пока они будут вас кромсать, циклиц не будет сходить их мерзкая ухмылка, ведь они рады, рады каждой новой жертве Очень реалистичная история комикса рассказывает о судьбе небольшой группе выживших, пытающихся добраться до севера, чтобы хоть как-то спастись от орд ужасных монстров Автором этого запоминающегося творения выступил Гард Энис, а художником, уже работавший с Аланом Муром над Нианомиконом Джейсон Беррелс Как вы понимаете, все это издавалось и издается под гидой Аватар Пресс Конечно, это немного странно, но в нашем топе ни одного места не зарезервировано под моего любимого короля ужасов Стивена Кинга Дело тут в том, что пока комиксы издаются только по его относительно не страшным произведениям, чему лично я не очень рад Но зато пятое место нашего топа таки занимает никто иной, как родной сын Стивена, уже довольно известный хоррор писатель Джо Хилл Который при помощи художника Габриэля Родригеса и издательства IDW уже довольно давно издает уникальную серию под названием Lock and Key Эта мистическая сага создана в лучших традициях семейства Кингов и порадует вас встроенным и неожиданным сюжетом Постоянным развитием, крутыми идеями, обаятельными персонажами и порой очень бескомпромиссной жестокостью Что скрывается в особняке с тысячей различных ключей? Возможно, некоторые из дверей, открытые ими, могут открываться не только в соседнюю комнату, но и в параллельные измерения? Советую проверить и поверить мне на слово, эта серия достойна внимания всех настоящих любителей хорроров и мистики Знаете ли вы, что такое безумие? Да, конечно, знаете, кто же не играл в третий Far Cry Но вот что такое настоящее безумие, вы сможете узнать, только прочитав наш четвертый номер А точнее, комикс под названием Echo Созданный очень известным автором Джошуа Фиалковым, ныне активно работающим как с Marvel, так и с DC А также художником Рошаном Экодалом Сделали они это для издательства Image Этот крутой комикс повествует об истории шизофреника, который упорно пытается сражаться со своей болезнью И проходит через все стадии, начиная от легкого помешательства до глубокого психоза и безумия А может главный герой совсем не сходит с ума и все, что он видит на самом деле реально? Это уже каждому читателю Echo предстоит решать самостоятельно Итак, мы подошли к тройке лидеров и бронзу у нас получает комикс Severed от издательства Image Созданный сценаристом Скоттом Снайдером и художником Аттилло Футаки Эта непростая история рассказывает о парне, путешествующем по стране в поисках своего давно пропавшего отца И встречающего на своем пути мистического серийного убийцу И этот вот убийцу угрожает нашему герою жестокой расправой Даже несмотря на то, что в этой истории вы встретите немало жестокости и довольно неприятных подробностей самых разных преступлений Она держит напряжение именно своими диалогами, сценарием, повествованием и уникальной мистической атмосферой Делающим историю еще более загадочной, а порой и очень неоднозначной Это серьезное и стильное чтиво, идеально подходящее для всех любителей пугающего и холодящего кровь мистического триллера Могли ли мы обойти стороной азиатов, говоря о действительно страшных комиксах? Думаю, так очевидно, что нет Тем более, что графический роман, написанный и нарисованный легендарным Джунзи Ито под названием Узумаки Совершенно достоин серебряной медали в нашем пугающем до чертика в топе На страницах своего произведения автор рассказывает историю одного небольшого городка Жители которого поклоняются и фанатично обожают спирали Да, вы не ослышались, самые обычные спирали, ну, разных форм, размеров, нарисованы или сделаны из каких-то предметов Поначалу все происходящее может показаться просто странным или даже где-то смешным Но та атмосферность и тот постепенный накал, с которым автор накручивает все более странные и пугающие события Заставят вас по-настоящему испугаться этого необычного комикса В общем-то, вы сами знаете, на что способны азиаты, что я вам рассказываю Ну а на первом месте у нас очень значимое произведение от известного автора Харта Фишера Под названием «Джеффри Даммер. Неопубликованная биография серийного убийцы» Напомню всем, кто не знает, Джеффри Даммер – это реально существовавший маньяк Убивший 17 человек и отличавшийся особенно жестоким подходом к самому процессу умерщвления Ведь своих жертв он насиловал и ел Именно про этого психопата Хард Фишер решил написать комикс, который он снабдил собственными рисунками Хард детально изучил все дела маньяка, провел настоящее расследование И создал действительно пугающую и реалистичную историю, изобилующую реальными подробностями убийств Этот тяжелый и жестокий комикс бесспорно является самым пугающим из всех представленных в нашем списке Уже хотя бы потому, что он основан на реальных событиях Из-за чего, кстати, сам Хард Кавер много раз пытались запретить к продаже Ну а на автора даже подавали в суд родственники убитых маньяком людей Но Хард сам неоднократно говорил, что для него очень важно донести эту историю до людей Чтобы никто не остался к ней равнодушным На этом, пожалуй, и все И скажу честно, этот топ очень сильно вымотал мои нервы Так как даже поверхностное знакомство с некоторыми сериями надолго не выйдет из моей памяти Но ведь Хэллоуэн это единственный праздник в году, когда просто нужно пощекотать себе нервишки Ведь так? Я надеюсь, что перечислил все значимые хоррор комиксы Ну, если это не так и вы хотели бы дополнить наш список чем-то еще Обязательно пишите об этом в комментариях Только давайте обойдемся без упоминаний про ходячих мертвецов Это не хоррор Но если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите меня своим лайком Подписывайтесь на канал Brain Hunt, заходите на мой канал Как минимум потому, что на нем вы сможете найти более детальные обзоры двух из десяти представленных выше серий А также подписывайтесь на группу Brain Hunt ВКонтакте И не забудьте сделать свой собственный тыквенный фонарь Который защитит вас от любого зла Ну, а с вами был Джефф Берг Счастливого вам Хэллоуина Мы с вами еще обязательно встретимся на страницах отличных комиксов Увидимся, когда увидимся